Актёр Михаил Ефремов – мэтр отечественного театра, телевизора, кино, а заодно и отечественной борьбы с режимом. Согласно законам тоталитаризма, живёт исполнитель сатирических стишков на деньги государство, которое беспощадно высмеивает. Как такое возможно в стране, где полностью задушено любое инакомыслие – загадка. И вот, на днях, заслуженный артист России прибыл с театром «Современник» в город Самара. Жители Самары, среди которых немало ценителей таланта с огромной буквы «М», плотно набились в зал местного театра оперы и балета. Билеты давали недёшево – от 4 до 7 тысяч рублей, но это не смогло удержать публику от встречи с прекрасным. Ну, а прекрасное не подвело. Спектакль нобелевского лауреата Харальда Пинтера «Не становись чужим», где задействовано дарование поэта и гражданина, почему-то задержали на 35 минут. А когда поднялся занавес, изумлённая публика узрела столичного гостя изрядно поддатым. Он абсолютно пьяный вышел на сцену, путал текст, на просьбу зрителей говорить громче, так как ничего не слышно, радостно послал матом самарских зрителей всю Самару. И весь спектакль возвращался к этому посланию. В зале был министр культуры, не моргнувший глазом, поэтому возмущаться было неудобно, ему-то всё нравилось, по всей видимости. Отважные уходили толпами, терпеливые и любопытные ждали финала. Финал случился при опустевшем зале. «Простите, товарищи артисты, на ваш поклон не хватило мужества остаться», сообщила Алла Коровкина, актриса Самарского академического театра драмы. Михаил Ефремов в ответ заявил. «Это Пинтер, чёрная английская комедия, немножко не догнали, вот и всё. Точнее, даже одна женщина не поняла, которая это всё писала». Однако министр культуры Самарской области Сергей Филиппов, который на спектакле якобы не моргал, по итогу тоже высказался в Фейсбуке. «Выходку Ефремова считаю безобразной. Надеюсь, руководство «Современника» найдёт способ извиниться перед самарской публикой». Не оценили дремучие провинциалы перформанс великого актёра и гражданина. Не готова ещё Самара к столичной культурной жизни. Есть мнение, вообще мало кто в родной стране к подобному готов. И это неплохо. В интернетах, кстати, ходит шутка, что в мире есть ровно два актёра, никогда не привлекающие к съёмкам дублёров. Это Джеки Чан, когда дерётся, и Михаил Ефремов, когда бухает.